Дадон напомнил, что когда назначалось правительство Кику в конце прошлого года, Кабинет министров-предшественников пытался уверить всю страну и внешних партнеров в том, что Молдову ждет энергетический коллапс. В начале года политические оппоненты говорили, что Молдова не выживет без внешнего финансирования. Но правительство справилось со всеми вызовами, как и теперь справляется с эпидемиологической ситуацией в стране, подчеркнул глава государства. Оппоненты заявляли, что мы не справимся, но давайте признаем, что власти и правительство Республики Молдова управляют этой ситуацией с минимальными потерями. И по большинству показателей Молдова стоит значительно выше, чем многие страны Евросоюза. Игорь Дадон особо отметил, что нынешнее правительство за столь недолгий срок работы сумело проявить профессионализм и продемонстрировать знание дела. По мнению президента, если бы в ситуациях, через которые с достоинством прошло правительство Кику, оказалось так называемое правительство Гарварда, то последствия были бы катастрофическими. Если бы страной сейчас управляло так называемое Гарвардское правительство, то ситуация была бы намного хуже. Упаси бог, на всех этих этапах, которые я перечислил, было бы хуже. Я твердо уверен, что правительство Кику сможет и далее справляться со всеми вызовами, с которыми столкнется Молдова. Президент напомнил, что сейчас правительство Иона Кику поддерживает парламентское большинство и выразил надежду на то, что эта поддержка сохранится.